Китайская хохлатая по кличке Ева на приеме у ветеринара ведет себя примерно. Позволяет измерить температуру, взять необходимые анализы. Хозяйка Евы, Вера Чугунова, планировала привезти собачку на прививку, но та приболела и теперь до выздоровления прививка противопоказана. Но Вера Юрьевна считает важным делать все плановые прививки. Я считаю, что это нужно делать обязательно, тем более у нас лес рядом, у нас и мышки, и лисы ходят бешеные, поэтому обязательно надо прививаться. Еве прописали лекарство и диету, ей предстоит лечение. Но в эти апрельские дни в ветеринаре лечебницы оживленно. Животных приводят на осмотры и прививки. Именно весной количество желающих вакцинировать свое животное увеличивается в разы, говорит ветеринарный врач Анна Жукова. Животное должно быть клинически здоровое, и за 10 дней по-хорошему нужно деграматизировать его, чтобы не было глистов, которые препятствуют образованию иммунитета. Прививки, говорят специалисты, переносятся животными хорошо. Случаи аллергических реакций единичны. К слову, если прививка делается впервые, то вакцину вводят дважды. Делаем первую прививку, через 21 день мы ревакцинируем, чтобы сформировался до конца иммунитет уже, и на протяжении года он работает. Бешенство сразу же формируется, иммунитет в течение 14 дней. Далее вакцина делается раз в год. Кстати, в течение всего апреля ветеринарные врачи будут ездить по поселениям района и проводить вакцинацию животных. График опубликован в 20 номере видновских вестей. 1 и 2 апреля прошли первые выезды. Судя по объему вакцин, она идет полным ходом. То есть это на самом деле достаточно удобно, что наши врачи выезжают в населенные пункты, потому что животные бывают разные, они бывают по размерам очень большие и негабаритные. Домашним животным предписаны и другие прививки, среди которых на особом месте против клещевого энцефалита. Правда, в этом году делать их уже поздновато. Вакцину вводят за полтора-два месяца до начала активности клещей. А судя по очередному пациенту, клещ уже активен. Молодую овчарку привели с повышенной температурой, и лечение начали незамедлительно. И считают ветеринары, шансы на выздоровление у нее большие. Поправляйся, четвероногий друг. Татьяна Брылова, Алексей Руднев, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.